Доброе утро! Сегодня проснулась сама в 6 утра, без будильника, с таким вот видом. В центре Гореса очень много старых построек, которые сейчас в процессе восстановления. Более того, делают мостовую, как было раньше. И все это смотрится очень мило, очень красиво. И мне нравится, что город старается соблюдать этот архитектурный ансамбль. И все дома как будто бы в едином стиле. По всей стране расположены вот такие питьевые фонтаны. Их можно найти в любом городе. Так, за этим поворотом Горес. Старый город. Когда я говорю про Старый Горес, я имею в виду вот эти вот отверстия в скалах. И некоторое время назад в Горесе наблюдались проблемы с размещением из-за того, что беженцы Нагорного Карабаха в срочном порядке переселялись в близлежащие районы. И Горес в том числе. Соответственно, сейчас люди чуть-чуть рассредоточились. Ну, а те, кто хотели остаться, здесь остались. Поэтому я сняла комнату за 1100 рублей, кажется. Это хорошая сделка. Божечки мои, я пришла смотреть качающийся мост Ханзор. И вы посмотрите, сколько тут вот этого старого Ханзора. Это очень похоже на то, что мы видели в Горесе. Просто масштабнее. К мосту ведет деревянная лестница. Пока спускаюсь, наслаждаюсь просто шикарным видом. Вообще, в моих планах не было идти в ту сторону. Но когда я увидела, что тут целый городок, я поняла, что окей, я приеду сегодня еще позже, но я не могу это пропустить. Блин, мост очень ощутимо качается. И, если честно, дико страшно. Вот представьте, я тут одна. Есть ли сейчас что случится? Кто мне поможет? А сколько я смогу провисеть на руках? Согласно преданию, городу Ханзор 3000 лет. И последний человек ушел отсюда в 1972 году. Можете себе представить? Сейчас это выглядит как пещеры. Но на самом деле раньше эти пещеры имели мебель внутри, и двери, и окна. Просто в тот момент, когда жители стали покидать город, правительство не давало им средств для обустройства или строительства новых домов. Поэтому люди были вынуждены снимать фасады домов и выносить всю мебель, перевозя ее в новое жилище наверху. Кстати, отсюда вот даже немножко видно, что значит наверху. Там вот несколько домов. Приехала старый ход, если честно. Так жалко машину, что поэтому я иду пешком. Я ее просто оставила там где-то сверху. Сейчас дойдем до смотровой. Красиво, горы. Ребята, дела жопы. И я просто в жопе мира. Ничего и никого вокруг. Ждем, когда кто-нибудь проедет. И вот с такой красоты по дороге в Таты меня забирают вот так вот. Ну все, диагносты сказали, что машина убита. Машину, паркуем к другу собственника в гараж. А мне придется возвращаться в Ереван на автобусе. Пришла в место, где говорят, что готовят лучшие ла-маджи в Ереване. И даже во всей Армении взяла себе там попись. Это оказалось так вкусно, что мне было некогда давать комментарии. Я просто набросилась на этот ла-маджи. Так что и вам желаю приятного вечера. И спасибо за просмотр. Пока-пока.